Девушки отдыхают Негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, жил был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут бывало с юга, глядь, ант с востока лезет рать. Справят здесь, лихие гости идут от моря. Со злости индо плакал царь Дадон, индо забывал и сон. Что и жизнь в такой тревоге. Вот он с пользой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка. «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, то сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны, а ждать тебе войны, Или набега силы бранной, или другой беды незванной, Вмиг тогда мой петушок приподнимет гребешок, Закричит и встрепенется, и в то место обернется». Царь скопца благодарит, горы золото сулит. «За такое одолжение, — говорит он в умиление, — Волю первую твою я исполню как свою». Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, петушок, как ото сна, Шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется, И кричит «Кирику-ку!» «Царствуй, лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таковой им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно, Петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» Возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!» «Что такое, господа?» Говорит Дадон, зевая. «А? Кто там? Беда какая?» Воевода говорит. «Петушок опять кричит! Страх и шум во всей столице!» Царь к окошку, а на спицы видит, бьется петушок, Обратившись на восток. Медлить нечего. «Скорее! Люди на конь! Эй! Живее!» Царь к востоку войско шлет, Старший сын его ведет. Петушок угомонился, Шум утих, и царь забылся. Вот проходит восемь дней, А от войска нет вестей. Было ли, не было ли сражения, Нет Дадону донесения. Петушок кричит опять, Кличет царь другую рать, Сына он теперь меньшого Шлет на выручку большого. Петушок опять затих, Снова вести нет от них. Снова восемь дней проходит, Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять, Царь скликает третью рать, И ведет ее к востоку, Сам не зная, быть ли проку. Войско идут день и ночь, Им становится не в мочь. Ни побоище, ни стана, Ни надгробного кургана Не встречает царь Дадон. Что за чудо? Мыслит он. Вот осьмой уж день проходит, В горы войско царь приводит, И промеж высоких гор Видит шелковый шатер. Все молчание чудесном Круг шатра, В ущелье тесном Рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит, Что за страшная картина. Перед ним его два сына, Без шеломов и без лад, Оба мертвые лежат, Меч вонзивший друг во друга. Бродит кони их средь луга, По притоптанной траве, По кровавой мураве. Царь завыл. О, дети, дети! Горе мне! Попались все эти оба наши сокола! Горе! Смерть моя пришла! Все завыли за Дадоном. Огласилось тяжким стоном Глубь долин И сердце гор Потряслосья. Вдруг шатер Распахнулся, И девица, Шамаханская царица, Вся сияя, как заря, Тихо встретила царя. Как пред солнцем Птица ночи, Царь умолк, Ей глядя в очи, И забыл он перед ней Смерть обоих сыновей. А она перед Дадоном Улыбнулась И с поклоном Его за руку взяла И в шатер свой ввела. Там за стол его сажала, Всяким явством угощала, Уложила отдыхать На парчевую кровать, А потом, Неделю ровно, Покорясь ей, И, безусловно, Очарован, восхищен, Пировал у ней Дадон. Наконец, И в путь обратной, Со своей силой ратной, И с девицей молодой Царь отправился домой. Впереди молва бежала, Быль и небыль Разглашала. Пред столицей у ворот Шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, За Дадоном и царицей, Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе Увидел он Сарачинской шапки белой, Весь как лебедь посиделый, Старый друг его, Скопец. А, здорово, мой отец, Молвил царь ему. Что скажешь? Пойди поближе. Что прикажешь? Царь, Ответствовал мудрец, Разочтемся, Наконец. Помнишь, За мою услугу Обещался мне, Как другу, Волю первую мою Ты исполнить Как свою. Подаришь ты мне Тевицу Шамаханскую царицу. Крайний царь был изумлен. Что ты, Старцу молвил он, Или бес в тебя Ввернулся, Или ты с ума рехнулся, Что ты в голову забрал? Тебя, конечно, обещал, Но всему же есть граница, И зачем тебе девица, Полно. Знаешь ли, кто я? Попроси ты у меня Хоть казны, Хоть чин боярской, Хоть коня с конюшней царской, Хоть полцарства моего. Не хочу я ничего, Подари ты мне девицу Шамаханскую царицу, Отвечал мудрец в ответ. Плюнул царь. Так лих же нет, Ничего ты не получишь. Сам себя ты, Грешник, мучишь. Убирайся цел пока, Оттащите старика. Старичок хотел заспорить, Но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом По лбу, Тот упал ничком, Да и дух вон. Вся столица Содрогнулась, А девица Хи-хи-хи, Да ха-ха-ха, Не боится знать греха. Царь был хоть встревожен сильно, Улыбнулся ей умильно. Вот, Езжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, И в глазах у всей столицы Петушок вспорхнул со спицы, В колеснице полетел, И царю на темя сел, Встрепенулся, Клюнул в темя, И взвелся. И в то же время С колесницы пал додон, Охнул раз, И умер он. А царица вдруг пропала, Будь-то вовсе не бывала. Сказка ложь, Да в ней намек, Добрым молодцам Урок.